Музыка Хотите котлетку? А если из-за кульих плавников? В 80-х советские журналы для поваров толкали на эксперименты. В производственной лаборатории объединения Керчер и Пром разработаны рецепты блюд из-за кульих плавников. Дегустация успешно прошла в кооперативном кафе «Мираж». Может, со временем акула на закуску станет обычным делом? Акула в советском общепите с золотой рыбкой не стала. Только хвостиком махнула и скрылась из меню. Другое дело ментай. Рецептов пруд-пруди. Пожалуй, и мы попробуем. Сегодня в меню. Рулеты из баклажанов с плавленным сыром. Гороховый суп. Тельное. Шаньга наливная. Дружба. Янтарь. Волна. Плавленые сырки. Вкусное дополнение к завтраку советского гражданина. В СССР этот молочный продукт стали производить в 1934 году. На первых порах предприятия выдавали всего 20 тысяч тонн в год. К 70-м объем производства вырос почти в 8 раз. Самым крепким брендом стала «Дружба». И по сей день овощные рулеты с этим плавленным сырком украшают праздничный стол. Может быть, даже незаконно забытые плавленные сыры. Качество у них тоже хорошее. Это был доступный продукт. И готовили в основном закуски с овощами. Для рулетов с плавленным сыром нам понадобятся 2 баклажана, помидор и чеснок, 2 ломтика плавленого сыра, 2 столовые ложки майонеза, растительное масло, немного зелени и соль. Сначала подготовим баклажаны. Если это баклажан старый или зеленый, то его после того, как нарезали, необходимо выдержать в солевом растворе или посыпать солью. У нас баклажаны молодые, поэтому мы сразу нарежем и будем их жарить. Нарезаем баклажаны, и пока разогревается растительное масло, измельчим на терке сыр. Колбасный сыр был плавленный. Тоже сыр в основном и был плавленный, потому что он по цене был доступен для любого советского гражданина. Добавляем в сыр измельченный чеснок, а баклажаны обжариваем до румяной корочки. Смешиваем сыр и чеснок с зеленью и майонезом и делаем рулеты. И теперь мы заполняем их фаршем. И скалывают, конечно, их зубочистками. Были в ресторанах, конечно, в свое время тоже стеклянные. Оформляем закуску помидорами, зеленью и молотым черным перцем. Рецепт рулетов из баклажанов с плавленным сыром. Обжарьте нарезанные баклажаны до румяной корочки. Измельчите на терке плавленый сыр, добавьте рубленный чеснок и зелень. Соедините с майонезом, сформируйте рулеты, оформите закуску помидорами и зеленью. Привет! Это канал «Вкусно по ГОСТу». Название говорит само за себя. Здесь мы готовим вкусные блюда по проверенным советским рецептам. Подписывайтесь, ставьте нам лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашей программы. Когда в 30-е годы в СССР зазвучал лозунг «Долой кухонное рабство», в помощь хозяйкам были предложены пищевые концентраты. Кисели в брикетах, вторые блюда, сухие завтраки и даже суп. К слову, пионерам среди концентрированного первого оказался суп гороховый, но здесь обещанная экономия времени не сбила советских женщин с толку. Гороховый супчик – блюдо не только вкусное, но и простое уплетала вся страна. Можно было встретить и в заводской столовой, и в санатории, и в детском саду. То есть этот суп, в общем-то, имеет большое популярное значение на сегодняшний день. На две порции возьмем 3 столовые ложки гороха, репчатый лук и морковь, куриный бульон, копченое мясо птицы, картофель, 3 ломтика хлеба для гренок, растительное масло и соль. Добавим в горячий бульон копчености, варим 20 минут и подготовим горох. Если горох дробленый, то мы его просто промываем. Если целый, то его необходимо замочить от 20 до 40 минут. Измельченный репчатый лук обжариваем до полупрозрачности, затем добавляем к нему морковь, а в бульон высыпаем горох. В горячий кипящий бульон и провариваем 15-20 минут. Пока варится горох, подготовим гренки. Подсушиваем гренки в духовке при температуре 200 градусов 15 минут. Одновременно нарезаем картофель и достанем из бульона копчености. Их будем использовать при подаче. Картофель варим до мягкости. Когда картофель сварится, добавим в суп зажарку и доведем до кипения. Суп гороховый всегда солят в конце, потому что горох будет долго развариваться, если посолить в начале суп. В каждую тарелку кладем копченое мясо и наливаем суп. При подаче украшаем зеленью. Рецепт горохового супа. Отварите копченое мясо в горячем бульоне в течение 20 минут. Промойте горох, добавьте в бульон и варите 15 минут. Обжарьте нашинкованные лук и морковь. Выньте из бульона копченое мясо. Добавьте картофель и варите, пока он не размягчится. Добавьте в суп зажарку, доведите до кипения и посолите. Подавайте суп зеленью и гренками. Как сохранить дары моря на суше? В СССР в 70-е годы министр рыбного хозяйства Советского Союза Александр Ишков предложил создать сеть рыбных магазинов. Идею он позаимствовал у испанцев. Так появилась легендарная сеть «Океан». Более 100 магазинов по всей стране. Кроме деликатесов, там можно было купить сельдь или ментай. Самую доступную рыбу в стране, которую часто использовали для тельного. Тельное и вообще рыбные блюда чаще готовили, конечно, из ментая. Но также и разрешалась рыба-горбуша. Ментай, наверное, был самым дешевым продуктом, доступным, поэтому его использовали. На две порции понадобятся филе ментая и горбуши, черствый пшеничный хлеб, сухари для панировки, две столовые ложки, лук, репчатый и зеленый, два вареных яйца, немного молока, полстакана растительного масла и немного сливочного, полкилограмма картофеля, полстакана майонеза, один маринованный огурец, мелкие помидоры, лимон и соль. Для начинки нашинкуем лук, репчатый и зеленый. Чтобы удобно лук было брать в качестве начинки, его слегка можно примять. Обжариваем репчатый лук до полупрозрачности, измельчаем вареное яйцо и подготовим фарш. Черствый пшеничный вчерашний хлеб, без корочек. Почему без корочек? Чтобы не было вкраплений темных в массе рыбы. Замачиваем хлеб в молоке. Пока он размягчается, подготовим филе. Изделие получится необычный, такие, светом. Можно попробовать, поэкспериментировать. Можно использовать и один вид рыбы, то есть тут особых нарушений у нас абсолютно нет. Пропускаем рыбку через мясорубку, добавляя размягченный хлеб. Перемешиваем массу, солим и отбиваем. Варим картофель в горячей подсоленной воде. И будем формовать тельное. Соединяем остывший пассированный репчатый лук, солим. Панируют в нескольких видах панировки, чтобы она сохранила лучшую форму. Для этого используем яйцо, сухари. И формируем из фарша шарики, а затем лепешки. В каждую укладываем начинку. Начинки берут, ну, примерно, скажем так, процентов 20 от массы основного продукта. У нас получились вот такие батоны. Делаем панировку. Сначала мука, затем взбитое яйцо, и в конце сухари. Придаем заготовкам форму полумесяца. Обжариваем с каждой стороны до золотистой корочки. Теперь ставим тельное в духовку и ждем, пока не появятся мелкие пузырьки. И приготовим соус. Для этого нарезаем соленый огурец и соединяем с майонезом. В предприятиях в Советском Союзе готовили соус майонез в самом столовой. Для подачи обязательно используем лимон. Режем его дольками. И помидоры у нас мелкие. Были ли они в Советском Союзе? Конечно, были. Были и крупные помидоры, и мелкие. И вариант оформления мог быть разным. Выкладываем на блюдо картофель, который мы подсушили при закрытой крышке после варки. И полили растопленным сливочным маслом. Украшаем помидорами, лимоном и подаем с соусом. Рецепт тельного. Обжарьте до полупрозрачности репчатый лук, измельчите зеленый лук и вареное яйцо. Соедините охлажденные компоненты и посолите. Пропустите филе рыбы через мясорубку вместе с размягченным в молоке черствым пшеничным хлебом. Посолите фарш, отбейте и сформируйте лепешки. В каждую положите начинку. Сделайте заготовки и запанируйте в муке, взбитом яйце и сухарях. Обжарьте до золотистой корочки и доведите до готовности в духовке. Подавайте с вареным картофелем, соусом, лимоном и помидорами. Булки такие, объедение. Помните, как отзывалась о Шаньгах героиня старого советского фильма «Девчата»? Сначала этой выпечкой радовали своих домашних хозяйки из северных регионов России. Но в годы СССР рецепт разошелся по всем кухням страны. Шанишку можно было купить в магазинах кулинарии, где она соседствовала с ватрушками. Зачастую путают ее с чем? С ватрушкой. Ватрушка имеет углубление и ее наполняют фаршем. А Шанишка наливная имеет форму булочки. И сверху ее как бы наливают, дополняют различными начинками. Для наливной Шаньги нам понадобятся мука, яйца, два вареных и два сырых, две столовые ложки сахара, полпачки маргарина, дрожжи, столовая ложка сахарной пудры, сметана, немного растительного масла и соль. Для теста взбиваем два яйца и просеиваем муку. Затем берем теплую воду, растворяем в ней дрожжи и сахар. Мы сейчас добавляем не всю муку сразу, а делаем тесто как на жидкие оладушки. Добавляем соль, не сразу. Припудриваем мукой и замешиваем эластичное тесто. Оставляем на расстойку в теплом месте от двух до четырех часов. В процессе расстойки тесто необходимо обминать. Из готового теста делаем батон и нарезаем его на бруски. Из них делаем шарики и выкладываем на лист, смазанный растительным маслом. Снова расстойка. Обязательно нужно слегка придавить, и они пропекутся равномерно. Время расстойки 15-20 минут. Выпекаем в заготовке 15 минут при температуре 220 градусов. Пока они подрумяниваются, сделаем начинку. Измельчим на терке вареное яйцо. Достаем булочки и делаем наливку. Смазываем их сметаной и украшаем яйцом. И сверху еще добавим сметану. Подрумяниваем их в духовке при температуре 200 градусов 5 минут. А затем украшаем сахарной пудрой. Рецепт наливной шанги. Растворите в теплой воде дрожжи и сахар. Добавьте часть муки. Вылейте в смесь взбитое яйцо. Всыпьте оставшуюся муку, добавьте маргарины, замесите эластичное тесто. Оставьте тесто на 2-4 часа. Сформируйте из теста шарики и оставьте еще на 15 минут. Выпекайте 15 минут при 200 градусах. Смажьте шанги сметаны, украсьте измельченным вареным яйцом и запекайте еще 5 минут. При подаче украсьте сахарной пудрой. В СССР самый популярный плавленый сырок стоил 26 копеек. Любимый завтрак студента и незаменимый ингредиент для приготовления праздничных закусок. Например, вот такой из баклажанов. Попробуйте и убедитесь, раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин